Вся оперативная информация нашего города в программе «Чрезвычайка». За прошедшие выходные инспекторы ГИБДД зафиксировали 154 нарушения правил дорожного движения. Шесть водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Два автолюбителя не предоставили преимущества движения пешеходам. 24 пренебрегли ремнем безопасности. Четыре водителя перевозили детей без удерживающих устройств. Двое проскочили на запрещающий сигнал светофора. Четыре автолюбителя не оплатили свои штрафы в установленный законом срок. Двое проигнорировали требования дорожных знаков. 15 водителей были наказаны за чрезмерную тонировку автомобиля. Помимо этого, сотрудники ГИБДД девять раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия, одно из которых с пострадавшим. По данным пресс-службы отдела МВД России по городу Нефтекамск, за прошедшие выходные были зафиксированы. Одна попытка суицида, два сообщения без вести пропавших, четыре кражи, одно ножевое ранение, два мошенничества, один факт самоуправства, пять фактов повреждения чужого имущества, четыре мелких хищения и 17 административных правонарушений. 59 раз нефтекамцы обратились в дежурную часть полиции по поводу шума, драк и скандалов. Бригады скорой помощи совершили 361 выезд. Из них по поводу получения травм к медикам обратилось 16 человек. 32 нефтекамца были срочно госпитализированы. Зафиксировано 13 выездов, связанных с криминалом. Кроме того, 34 человека обратились в скорую с признаками алкогольной интоксикации организма. Пять выездов оказались безрезультатными. В родильном отделении Центральной городской больницы на свет появилось 11 малышей, три мальчика и восемь девочек.